Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Яна Баймбетова и в начале выпуска коротко о некоторых темах. В областной столице завершилась первая очередь строительства Сахалинского нефтегазово-индустриального парка. Эта новая площадка послужит для развития импортозамещения сервисных услуг по добыче голубого топлива и черного золота. Подробнее об этом расскажу я, Альвира Хан. 28-й Дальневосточный энергетический форум в самом разгаре. В этом году появились новые направления и отдельное внимание организаторы уделили молодым специалистам. Подробнее о том, какую программу для них подготовили, расскажу я, Алина Достаева. Утки много, но вся искусственная. Сахалинские охотники занимают места в скоротках, но без особого результата. Почему? Расскажу я, Евгений Гоньков. В регионе завершен первый этап строительства Сахалинского нефтегазово-индустриального парка. Это стратегически важный объект. Здесь компании-резиденты будут обеспечивать надежную и непрерывную работу шельфовых проектов. Эльвира Хан подробнее. Под одной крышей соберутся специалисты российских предприятий по обслуживанию шельфовых проектов. Индустриальный парк – особая площадка для развития не только отрасли импортозамещения, но и региона в целом. Площадка, на которой будут открываться новые рабочие места, которые будут занимать наши молодежь. Во-первых, те люди, которые уже работают, они, собственно говоря, сюда переедут в комплексную площадку по сервисному обслуживанию, будет проходить переобучение, и молодежь, которая будет выпускаться из университета, здесь будет работать, а прежде будет проходить практику. Индустриальный парк и логистический продуман до мелочей. На одной территории офисные здания, производственные базы и склады. Мы открываем административный корпус и предполагаем, что работа будет запущена в рамках проекта «Сахалина-2», «Сахалинская энергия». Подписаны соответствующие договора. Кроме того, также земельные участки, которые предоставлены 12 резидентам, на сегодняшний день фактически уже реализуют свои проекты. База из себя представляет логистический хаб, куда съезжают все материалы проекта «Сахалин-2». Здесь они консолидируются и дальше уже направляются по объектам. Кроме этого, здесь представлен химический склад, где хранятся химические компоненты. Также здесь расположена база по обслуживанию автотранспорта и общий склад по хранению буровой трубы. Транспортно-логистическая база «Сахалинской энергии» стала первым объектом индустриального парка. В будущем планируется создать сектор с мощной производственно-сервисно-ремонтной и складской базой. Мы планируем здесь сконсолидировать основной производственный технический актив, который рядом будет вместе с нашими подрядными организациями. Вот Валерий Игоревич показал с правой стороны. Планируется индустриальная площадка по формированию технической возможности и поддержанию производства на надежном, устойчивом уровне. На территории индустриального парка отечественные предприятия будут оказывать комплексные сервисные услуги нефтегазовым компаниям. Я очень рад тому, что все эти замечательные события происходят на территории нашего любимого города Южно-Сахалинска. И вместе с тем, как мы сами растем технологически, как становимся более подготовленным городом, подготовленным регионом, подготовленной страной. К концу 2024 года ожидается ввод в эксплуатацию четырех первых объектов действующих резидентов. Новые площадки нефтегазового форума «Нефтегаз Сахалина» пользуются огромным успехом. В этом году количество участников достигло двух тысяч, и значительную часть составляют молодые люди. К форуму привлекли студентов старших курсов и школьников. Алина Достаева познакомилась с некоторыми. Качай пока молодой. Под этим слоганом проходит новый трек форума. Это направление создано для молодых специалистов. Сахалинская энергетика стремительно развивается, и компании нуждаются в ценных кадрах. У этих ребят есть все шансы найти хорошую работу, не дожидаясь получения диплома. Приехал на Сахалин, потому что проходил здесь уже практику летом. Мне очень понравился остров. Увидел в соцсетях университета, что будет форум проходить. Подал заявку. Меня приняли, я приехал. Хожу здесь, пытаясь найти работу, получить какой-нибудь оффер. Острова притянули не только тех, кто хочет найти работу. Встретить гостей с материка можно и среди кураторов. У нас порядка 150 местных участников, студентов, выпускников и школьников именно молодежного трека. Плюс порядка 700 школьников именно профориентационного детского блока. И плюс 50 специалистов и выпускников приехало к нам из 15 регионов. Здесь молодежь знакомится с нефтегазовыми компаниями, которые работают на островах. Несколько участников в первый день форума получили предложение приехать на практику и пройти собеседование. Другие научились подготавливать конкурентоспособное интервью. Впереди ребят ждут экскурсии на открывшийся водородный полигон, а также лекции от представителей Ранхикс. Насыщенная программа, очень, потому что мы просто за день пробегаем по разным шатрам, разным мероприятиям. То Айхор, то правительство Сахалинской области, то университете САХГУ. Все очень нравится. Не менее людная и на других направлениях форума. Продолжают работу выставочные площадки, которые привлекают не только специалистов нефтегазовой сферы. В павильонах одна за другой проходят сессии на самые разные темы. Как продвинуть бренд региона, а как поможет в этом промышленный туризм. Обсуждают и способы развития логистики и международного сотрудничества. Без внимания не остаются вопросы экологии. Алина Достаева, Дмитрий Протасов, Роман Бронников, телекомпания ОТВ. Бойцы СВО могут воспользоваться бесплатной помощью при оформлении льготной ипотеки. Сотрудники некоммерческих организаций информируют о региональных мерах поддержки и помогают собрать документы. Услугами одной из таких компаний воспользовался ветеран спецоперации Сергей Васиховский. Роман Васиховский давно мечтал о собственной комнате. Сейчас семья ютится в однушке. Уже совсем скоро желание ребенка сбудется. Места для игр станет предостаточно. До похода в Центр обеспечения жильем ветеран СВО Сергей Васиховский и его супруга не думали, что оформить льготную ипотеку и подобрать нужный вариант можно за одно посещение. А уже сегодня выражают благодарность руководителю учреждения за проделанную работу. Обратились к Наталье, пришли в Центр. Посмотрели варианты квартир и остановились вот на этом доме, получается, этот вариант. Ну, получается, мы посмотрели, проехали, все посмотрели. Сделка совершилась очень быстро. Там буквально вот два дня, и все, и мы, получается, владельцы этой квартиры. Удобный очень район, так как в данном районе мы уже проживаем. Устроила планировка квартиры, то есть, что достаточно большая жилплощадь, раздельно комнаты, санузел, ванная. Можно выбрать вариант планировки как и общей гостиной, так и разделить ее непосредственно отдельно кухней, отдельно комнатам. Центр обеспечения жильем – некоммерческая организация. Помогают бесплатно. Помимо защитников отечества, заручиться поддержкой опытных юристов и риэлторов могут многодетные семьи, медики, люди с ограничениями здоровья и другие льготники. Каждому клиенту в организации индивидуальный подход. В случае необходимости сделку и оформление субсидий можно организовать дистанционно. Покупка жилья очень доступна. Мы сопровождаем, у нас ребята даже в окопах, на передовой находясь, не нужно ждать отпуска, приходить к нам. Все дистанционно, общаемся, помогаем оформить доверенности. У нас здесь и жены, и сослуживцы подписывают документы. Мы отправляем видеообзоры квартир, жилых комплексов. Поэтому обращайтесь, не обязательно ждать отпуска, чтобы купить свое жилье. Можно приехать в отпуск уже в свою квартиру. На островах действует целый комплекс мер социальной поддержки для ветеранов боевых действий и членов их семей. Предусмотрены единовременные выплаты на строительство или приобретение жилья. Помимо этого, в Сахалинской области по инициативе губернатора Валерия Лемаренко защитники Отечества могут воспользоваться дальневосточной ипотекой. Владимир Ильин, Роман Бронников, телекомпания ОТВ. На Сахалине продолжается сезон охоты на водоплавающую птицу. Любители шурпы давно зарядили ружья и заняли свои места вблизи озер, где собирается утка. Однако прикормленные участки водоемов пусты, и охотники ловят в прицел в основном подсадную добычу. Наша съемочная группа проехала с сотрудниками агентства лесного и охотничьего хозяйства по берегам озер, чтобы проверить соблюдение законодательства во время добычи птицы. Владимир Тимохин, охотник со стажем, сидит в засаде в своем скротке уже неделю. Призывы из манка птица злостно игнорирует. Но беда даже не в этом. Редкая утка, долетевшая до этого берега изменчивого, не успев приводниться, улетает. Причина – проплывающие виндсерферы. При большом сильном ветре, который их устраивает, но никак не нас, они катаются здесь и, возможно, даже мешают нам и подвергают свою жизнь опасности. И охоты-то нет, как таковой. То есть они распугивают своим видом всю утку. Охотоведы знают Владимира давно. Правила охоты он соблюдает свято. Но порядок есть порядок. Поэтому документы на оружие и право на отстрел дичи нужно предъявить. Сотрудники регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства рассказывают, что сезон отстрела водоплавающих птиц хоть и начался формально, но до разгара еще далеко. На данный момент просто еще погодные условия такие. И на севере утка еще просто не двинулась. То есть еще нет перелета, как такового. Миграции нет, поэтому утки нет. На берегах озера Тунайча охотников тоже немного. В основном пенсионеры. Здесь к правилам охоты добавляются правила нахождения в особо охраняемой природной территории. Костры сжечь нельзя. И это, пожалуй, самое частое нарушение. Либо нарушение санитарных правил, либо пожарной безопасности в лесах. Ну, а охотники, соответственно, забывают документы дома. Там приезжают. То есть нахождение без документов, с оружием. В охотничьих угодьях запрещено. Охотник, пожелавший остаться безымянным, тоже от начала сезона не в восторге. На виндсерферов не жалуются. Но и утка не спешит сесть на воду под метки выстрел. Что, черка? Стыдно говорить. Утку охотники дождутся. Времени еще много, уверяют лесничие. А пока можно просто дышать свежим воздухом и варить шурпу из домашней птицы. Евгений Коньков, Дмитрий Протасов, телекомпания ОТВ. На Сахалине в обращении поступили модернизированные пятитысячные купюры. На обновленной банкноте изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа. На лицевой стороне банкноты – стела Европа-Азия, на оборотный памятник сказ об Урале в Челябинске. Новые пятитысячные банкноты будут поступать в обращение постепенно по мере исчерпания запасов банкнот образца 1997 года, а также взамен ветхих купюр. Специально обменивать старые банкноты на новые не нужно. И те, и другие будут параллельно находиться в обращении. Оба варианта купюр являются законным средством платежа. Обновленные пятитысячные банкноты имеют усиленную защиту. Многотоновый водяной знак, вертикальное поле со словами «Россия и пять тысяч», а также оптический переменный элемент со скрытым изображением рубля. Отличить подлинную купюру от поддельной помогут специальные признаки, которые можно увидеть на просвет или под углом, а также прощупать руками. Уровень инфляции в Сахаринской области ниже, чем в среднем по стране, отметили эксперты из Центробанка на прошедшей в регионе выездной сессии регулятора. За счет чего удалось этого добиться и об ожиданиях специалистов мы поговорили с директором Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кириллом Тремасовым. Кирилл Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что сейчас происходит с ключевой ставкой? Почему 13 сентября на заседании Банк России решил ее повысить до 19%? Ключевая ставка – это основной инструмент денежно-кредитной политики, с помощью которой мы влияем на спрос. Влияя на спрос, мы влияем и на динамику цен в экономике, на инфляцию. Повышение ставки связано в первую очередь с тем, что экономика, по нашим оценкам, остается в состоянии перегрева, когда динамика спроса опережает производственные возможности экономики, и это ведет к высокой инфляции, к ускорению инфляции. Поэтому, повышая ставку, мы стремимся вернуть инфляцию к цели. Цель – 4%. Ну вот поподробнее можно, что сегодня происходит с инфляцией и чего ожидать в ближайшем будущем? Инфляция по итогам августа в целом по стране составила чуть выше 9%. Это рост цен за последние 12 месяцев. На Сахалине инфляция ниже общероссийской. Связано с тем, что две компоненты сахалинской инфляции, которые определяют вот это отставание от общероссийской. Это плодоовощная продукция и пассажирский транспорт. Вот здесь очень сильное отставание от общероссийской, связанное с тем, что власти Сахалина субсидируют эти сектора. Но тренды, они такие же, как и общероссийские. То есть инфляция в целом за последнее время, она все-таки ускорилась и остается высокой. И на Сахалине она тоже выше целевых 4%. Поэтому, повышая ставку, мы возвращаем инфляцию к цели. Ставки по кредитам повышаются. И это очевидно, что влияет на инфляцию. И у людей складывается ощущение, что цены растут как раз потому, что компаниям заемные деньги обходятся дороже. И они свои издержки вкладывают в цены. И поэтому растут цены. Объясните эту всю ситуацию. Так ли это на самом деле? Это один из очень популярных мифов. Нет. Повышение ставки охлаждает спрос. Высокая ставка заставляет нас, стимулирует нас больше сберегать, меньше тратить. Это ведет к ослаблению спроса. То же самое в части инвестиционного спроса. При высоких ставках компании могут несколько снизить инвестиционную активность, отложить инвестиционные проекты на будущее, что тоже снизит спрос со стороны компаний. И все вместе это дезинфляционный фактор, ведущий к замедлению инфляции. А вот то, про что говорите вы, что повышение ставок по кредитам повышает издержки на обслуживание этих кредитов и может заставлять компании перекладывать эти издержки в цены. Но, во-первых, компании могут переложить издержки в цены, лишь если позволяет спрос. Если спрос разогретый, да, компания не просто переложит издержки в цены, они еще и с лихвой это сделают. То есть, намного больше, чем рост издержек повысят цены. Если же спрос соответствует сбалансированной траектории, то в этих условиях компании не смогут приложить растущие издержки в цены. Они пожертвуют, скорее, своей маржой. В прошлом году прибыль по экономике в целом была очень высокая. Более 33 триллионов в сольдированный финансовый результат. Таким же остается он и в этом году. Поэтому в целом корпоративный сектор чувствует себя, конечно, по разным секторам разная ситуация, но в целом на макроуровне картина выглядит хорошей. Поэтому при росте издержек компании могут жертвовать маржой, не повышая отпускные цены. А второй важный момент, что те издержки, о которых мы говорим, они очень незначительные. Мы в ближайшее время планируем опубликовать аналитическую записку, посвященную вот этому фактору, как издержки, связанные с повышением стоимости обслуживания кредитов. Так вот, наши расчеты показывают, что речь идет от 3 до 5%. Компании, на издержки компаний намного сильнее влияет, скажем, рост зарплат, рост стоимости сырья, комплектующих, ну и много других, стоимость логистики. Вот это то, что влияет на издержки в большей степени. Затраты на обслуживание кредита влияют незначительно. Кирилл Викторович, я благодарю за беседу и успехов в реализации всех ваших проектов. Спасибо. Это еще не все новости. Смотрите далее в нашем выпуске. Рыбоперерабатывающий завод имени Кирова известен еще с советских времен. Сейчас здесь установлено самое современное оборудование. И это оборудование, а также сам процесс разделки рыбы захотели увидеть южно-сахалинские старшеклассники. И об этом расскажу я, Евгений Коньков. Концертный тур Алексея Поддубного «Чтобы победить» стартовал на Сахалине. С музыкантом выступят группа джанго, актеры, поэты и специальные гости. Подробнее смотрите далее. Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области напоминает. Оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции находится под особым контролем государства. Изготовление и реализация спиртных напитков ненадлежащего качества представляет опасность для жизни и здоровья людей. Произведенный алкоголь подлежит обязательной маркировке. За незаконные производства, закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу спиртосодержащей продукции предусмотрена уголовная ответственность. Помни, продажа домашнего алкоголя физическими лицами запрещена. Чтобы не стать жертвой цунами, запомните простые правила. Находясь на берегу, если вы увидели резкий отлив или прилив, либо почувствовали подземные толчки, немедленно покиньте берег. Постарайтесь в кратчайшие сроки укрыться на возвышенности. Во время перемещения сохраняйте спокойствие. Окажите пострадавшим первую помощь и включите радиоприемник. Не покидайте безопасное место до отбоя тревоги. Помните, за первой волной могут последовать другие, более разрушительные. Внимательно следите за берегом и морем. Если в течение трех часов высоких волн не было, опасность миновала. Так вы убережете себя и своих близких. Лесные пожары возникают по вине человека. Остановить и победить огонь призвание сильных. Лесные пожарные авиалесоохраны Федерального агентства лесного хозяйства. Надежный щит российского леса. В канун Международного дня учителя в Южно-Сахалинске чествовали лучших представителей педагогического сообщества из разных уголков острова. На торжественной церемонии в парке «Россия. Моя история» профессионалов отметили грамотами и почетными званиями. «Россия священная наша держава. Россия любимая наша слава». С этого гимна Сергея Михалкова начинается каждое утро всех школьников нашей страны. И сегодня его с особым трепетом в сердцах исполняет хор детской школы искусств Корсакова. «Я помню всех своих учителей и с огромной благодарностью и теплотой в душе вспоминаю их очень часто. Для меня этот праздник еще так же близок, потому что моя бабушка была учитель математики. Поэтому этот праздник мне очень дорог и я с благодарностью отношусь к вашему труду и говорю вам огромное спасибо». От правительства региона отличникам почетные грамоты. Оно делает все возможное, чтобы их условия работы были комфортными. Только за последние пять лет на острове возведено 19 современных школ, и это не предел. Педагоги, околдованные скрипкой, спешат сделать фото в отведенной для этого зоне. Так для них начинается череда торжеств. «Это будут и встречи с земскими учителями, это будет и встреча с заместителем руководителя большой платформы президентской России «Страна возможностей», кадровый резерв системы образования Сахалинской области. Молодые педагоги, учителя начальных классов проведут образовательные события с педагогами опытными в Ботаническом саду города Южно-Сахалинска». И три почетных звания заслуженный работник образования Сахалинской области вручают. Одним из них стал преподаватель островного промышлено-экономического техникума Юрий Сахатюк. Готовит программистов и системных администраторов. «Был у нас интересный студент, павлинок, которого я на парах почти не видел, однако чаще встречал в актовом зале. В свое время он стал лучшим студентом в техникум, а теперь он работает генеральным директором в одной из компаний GS Group. Мы уже с ним тесно сотрудничаем в качестве работодателя». Еще двумя заслуженными стали учитель 8-й школы Южно-Сахалинска Татьяна Середа и Татьяна Савельева из детской школы искусства Углегорска. А педагог истории из 30-й школы Юлиан Красавин удостоен медали 4-й степени Сахалинской области фронту. Михаил Силантьев, Игорь Антипов, Алексей Исаев, телекомпания ОТВ. «Учитель на войне» – так называется и выставка ветерана СВО, учителя 30-й Луговской школы Юлиана Красавина. В экспозиции, представленной в Музее «Россия. Моя история», военная форма наших бойцов, экспонаты украинской литературы и средств обихода, показаны интерпретацией исторических фактов в украинских и российских учебниках. «Оказавшись на Донбассе, я получил ответы на эти вопросы. Нашел учебники в школах Волновакского района, по которым преподавали детям историю. И, собственно, когда их прочитал, не скажу, что ужаснулся, но, конечно, удивился и где-то даже подтвердилось то, что мы слышали по телевизору, что бывшие предатели – это нынешние, собственно, герои, и о том, что воспитываются в парадигме геть от всего московского, от всего русского». Экспозиция «Передвижная» скоро отправится в образовательные учреждения региона. В самой же 30-й школе, где Юлиан преподает историю и общество знания, есть собственный музей. В нем также немало военных трофеев. Сахалинская энергетика отмечает свое 96-летие. За это время она значительно выросла и стала одной из ключевых отраслей региона. Спрос на специалистов в этой сфере постоянно растет. Вопрос подготовки кадров для островов обсудили на очередном заседании дискуссионного клуба на радио «Комсомольская правда. Сахалин». «В среднем, допустим, специалистов с высшим образованием нужно 5-7 человек, а университет готовит группы 15-20 человек. Поэтому мы сейчас стараемся делать подготовку так, чтобы компании, ну не одна компания, а несколько компаний, по сути, делали заказ на подготовку кадров. Тогда получается рентабельный процесс, мы получаем бюджетные места и готовим». «В целом запрос региона на инженерный кадр общий, с учетом постоянно растущей потребности, увеличения количества лабораторий, новых современных технологичных производств, он постоянно растет. У нас запрос, как сегодня сказал губернатор на пленарной сессии форума «Нефтегаз», не менее 16 тысяч специалистов. То есть мы к этой цифре будем стремиться». Напомню, принять участие в дискуссии может каждый, прислав сообщение в редакцию. Сахалинских школьников продолжают знакомить с профессиями и производственным процессом в различных сферах. Группа подростков побывала на одном из рыбоперерабатывающих заводов в Корсаковском районе. Репортаж Евгения Конькова. «В одну сторону откидывается баночка с недовесом, в другую – с перевесом». Группа южно-сахалинских лицеистов ходит по цеху, где еще совсем недавно перерабатывали лосось. Рыбьи тушки обезглавливали, потрошили, после чего продукт шел на заморозку. Десятиклассница Екатерина Большакова давно хотела побывать в производственном цеху. Говорит, здесь чувствуется настоящая работа. Нелегкая, но интересная. «Мне было интересно, как вообще устроен процесс, как у нас делают консервы, как рыбу, в принципе, обрабатывают, как вообще что происходит здесь, и какой рыбой мы питаемся». Старший мастер цеха и по совместительству экскурсовод Алексей Обрезков рассказал лицеистам о полном цикле переработки рыбы. Сетует, что дети пришли в тот момент, когда партию киты уже отправили на заморозку. Сейчас идет уборка. «Многие даже еще иногда приезжают и удивляются, что у нас, допустим, стоят такие аппараты, которых у них нет, что ручной труд исключен до минимума. Но, к сожалению, в обработке рыбы исключить ручной труд очень тяжело. Еще, по-моему, нигде в мире не додумали, чтобы полностью автоматизировать эти консервные линии». Помимо заморозки здесь делают консервы из рыбы и морепродуктов, включая морскую капусту. На предприятии нет ни одного иностранного рабочего. В штате только жители Корсаковского района и студенты, которые приезжают на Путину. «Тут достаточно хорошее производство и очень было удивительно, когда на такой территории было очень много выстроено, много разных цехов, в том числе и консервные». Экскурсию организовало региональное министерство по рыболовству. В ведомстве понимают – без свежей крови отрасли не обойтись. «Мы входим в состав попечительского совета морского колледжа, где готовят специалистов морских специальностей, активно взаимодействуем с Сахалинским государственным университетом. И буквально на прошлой неделе была открыта школа фермеров для специалистов, которые занимаются аквакультурой». Глава министерства отметил – все больше предприятий уходят от продажи сырца и начинают глубокую переработку, а это дополнительные рабочие места и налоги в бюджет. Второй этап всероссийского концертного тура Алексея Поддубного начался с «Сахалина». 4 октября музыкант выступит в областном центре с концертом «Чтобы победить». На сцене исполнятся лучшие песни, а также новые композиции. Во время шоу будут демонстрировать кадры, снятые в зоне спецоперации. «У нас большой концерт в рамках нашего просветительского концертного тура «Чтобы победить» в сити-холле. Да, мы ожидаем всех желающих, вход там свободный. Благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив это происходит именно так». В концерте примет участие полный состав группы «Джанго», оркестровые, академические музыканты, актеры и поэты. Также зрители увидят постановки балетных номеров. Концерты пройдут в шести городах России. После Южно-Сахалинска музыканты отправятся в Хабаровск, Читу, Улан-Удэ, Воронеж и Тверь. Я напоминаю, что эти и другие новости вы можете посмотреть на сайте информационного агентства САХО онлайн и в социальных сетях. Я с вами прощаюсь, всего доброго и до встречи. В результате употребления спайсов ухудшается внимание и умственные способности. Нередко после приема курительной смеси появляются галлюцинации. В таком состоянии человек может представлять опасность для себя и окружающих. За короткий срок курительная смесь вызывает сильную зависимость и разрушает организм. Спайс может убить тебя в любую минуту. Цифровая платформа msp.rf – это более 20 полезных сервисов для предпринимателей и предприятий. Узнайте о региональных федеральных мерах поддержки, пройдите бесплатное обучение, подберите земельный участок, оформите заявку на льготный заем. Станьте поставщиком ритейлеров и производителей. Подробнее на msp.rf Минэкология Сахалинской области приглашает жителей региона присоединиться ко всероссийской акции «Выбираю чистый воздух». Цель проекта – кардинальное снижение уровня загрязнения воздуха. Участникам предлагают отказаться от топливного транспорта и использовать альтернативные способы передвижения. Необходимо фиксировать пройденные расстояния в любом приложении шагомерия и делать публикации в контакте с хэштегом «Выбираю чистый воздух». 22 сентября объявят города-лидеры и наградят активных участников. Лесные пожары – это опасная и грозная стихия. Остановить и победить огонь – призвание сильных. Летчики-наблюдатели, парашютисты-пожарные, десантники-пожарные, авиалесоохраны, Рослесхоза – надежный щит российского леса. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова